Удары наших самолётов в Сирии повергли в панику боевиков ИГИЛ, несколько сотен которых дезертировали и прорываются в Европу, сообщили сегодня российские военные. Эти донесения, разведки, дополнения к сводкам два раза в день о том, где и какие уничтожены объекты террористов. В Минобороны отметили уже и Соединённые Штаты подтвердили, что в зоне, куда летает наша штурмовая авиация, никого, кроме боевиков, нет. Продолжит Григорий Емельянов. Будни российских лётчиков в Сирии. Получение боевой задачи, проверка всех систем, а потом в кабину и на взлёт. Одни стартуют, другие в это время возвращаются с задания. График очень напряжённый. Самолёты взлетают и садятся и днём, и ночью. Свыше 20 вылетов за сутки. За это время наши лётчики нанесли удары по 9 объектам инфраструктуры ИГИЛ. Это командные пункты, пункты хранения техники, бункеры с обзрывчаткой и ремонтные цеха. Лётчики быстро и точно поражают разведанные цели, вне зависимости от погоды и времени суток. На данном видеокадрах вы видите бомбардировщик Су-34 бетонобойных авиабомбой Бетап-500 уничтожен в заглубленный командный пункт в информировании ИГИЛ в районе населенного пункта Рака. Мощный взрыв в бункере свидетельствует о том, что там находился склад с взрывчатыми веществами и боеприпасами. На экране вы видите прямое попадание авиационного боеприпаса в объект в горной местности, что вызвало его разрушение, детонацию взрывчатых веществ и множественные очаги пожара. Объект полностью, как вы видите, уничтожен. Никакой активности вражеской ПВО в зоне действия российской авиации не зафиксировано, хотя, разумеется, бортовая защита на самолётах предусмотрена. Обстановку круглосуточно мониторят беспилотники. Они присылают видеосвидетельства предельно точных авиаударов. С целью повышения эффективности лётчики используют корректируемые бомбы КАП-500. На данных видеокадрах вы видите применение оболдировщиков Су-24 нанесения удара по складу боеприпасов на позиции бояков в безлюдной горной местности. В районе населенного пункта Джессер-э-Шугур. Огромное облако дыма и воронка на кадрах. В видеозаписи свидетельства о том, что боеприпас попал точно в цель, в склад боеприпасов, повлекший уничтожение полностью всего объекта. Хочу подчеркнуть, что вероятное круговое отклонение от цели у корректированных авиабомб КАП-500 не превышает 5 метров. Эти и другие высокоточные средства поражения в течение последних дней применяются по объектам террористов ИГИЛ, пунктам управления, складам боеприпасов и ГСМ, цехам, где производится оружие для смертников. По словам наших военных, за трое суток удалось подорвать материально-техническую базу террористов и существенно снизить их боевой потенциал. Наша разведка фиксирует, что боевики покидают контролируемые ими районы. В их рядах началась паника и дезертирство. Около 600 наемников оставили свои позиции и пытаются выбраться в Европу. В связи с этим удары нашей авиации мы будем не только продолжать, но и наращивать их интенсивность. О начале воздушных ударов российская сторона предупредила американскую заранее по каналам как Минобороны, так и Министерства иностранных дел. В ходе этих контактов мы рекомендовали вывести из региона всех инструкторов и советников, а также тех ценных специалистов, которые готовились на деньги американских налогоплательщиков. Мы также рекомендовали прекратить полеты летательных аппаратов в районы действий нашей авиации. Кстати, американцы нас уведомили в ходе данных контактов, что никого, кроме террористов, в этом регионе нет. Стоит также отметить, что точный разведданные, а также применение корректируемых боеприпасов позволило свести к нулю разрушение гражданской инфраструктуры. Она, по данным российских воздушно-космических сил, от ударов авиации не страдает. Это подтверждает и сирийская сторона. Григорий Емельянов, Виктор Аверин, Денис Воронцов, Первый канал.